Еще недавно публика была недовольна тем, что Юлия Барановская и Ольга Бузова воспользовались интересом публики к их громким разводам. Молодые женщины на волне популярности и сопереживания построили головокружительную карьеру, но они были честны с поклонниками, выставляя на показ личную жизнь, поэтому взамен и получили народную любовь. Некоторые коллеги этих и других честных артистов, позавидовав их бешеной популярности, решили продать публике истории любви или разлуки. Истории этих не счесть – Шукшуну, Юлиана, Гогена Солнцева и других. Вот только ходить по ток-шоу за гонорар уже не модно. Высший пилотаж всем продемонстрировали Джиган и Оксана Самойлова. У них случился виртуальный развод. Интерес к этой супружеской парочке поддерживали подписчики в социальных сетях. Жизнь текла размеренно и счастливо, и все было предсказуемо. Но тут случились поездка в США, где на свет появился четвертый ребенок пары. Удовольствие – это дорогое. Аренда виллы, красивая жизнь, роды в приличной клинике. А на родине ждала конкуренция и затишье. У Джигана в музыке, у Оксаны в бизнесе. И тут случился взрыв. Джиган после рождения наследника вдруг стал употреблять запрещенные вещества и вести себя очень странно. Но странно не это, а другое. А моральное поведение он демонстрировал в социальных сетях. Даже брови сбрил онлайн. Обычно звезды все это скрывают. А здесь нам устроили шоу по разоблачению самого себя. Многодетная Оксана Самойлова сообщила многомиллионной армии подписчиков в социальных сетях. «Я просто не хочу просыпаться в этот мир». Джиган быстренько подлечился. Драму подкрепили интригой. Даже заявление на развод подали. Потом, правда, Оксана его забрала. Естественно, что никакого развода не случилось. А ведь опытный продюсер Яна Рудковская в разгар этой истории предупреждала. Это все офигенно продуманный сценарий. Тимати очень верно подметил, что Джигана и Оксана – главные ньюсмейкеры двух последних месяцев. «Мы теперь все, даже те, кому они были до фонаря, знаем каждый их чих». Все переживания и злодейства Джигана. Но разве кто-то услышал Яну, которая говорила, что семьянин и спортсмен играет в плохого парня? Джиган под шумовку выпускает новые треки, делает коллаборацию с Тимати. Тут и бургеры, и трек. А недавно уже выступил на свежем воздухе для узкого круга. Как только начнутся культурно-массовые мероприятия, Джига будет нарасыва и по новым ценам. Оксана же на волне интереса публики получила рекламный контракт, который тут же отработала в социальных сетях. Такие коммерческие предложения могут принести по 20 миллионов рублей в месяц. Самойлова завершила ремонт в своем салоне красоты и получила семейный бюджет.